Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую на нашем YouTube-канале компании Привлите Авто. Меня, как всегда, зовут Максим, и здесь мы рассказываем про интересные автомобили из Японии. Конкретно в данном случае сегодня будем рассказывать о BMW 2 серии, в чем его прикол, почему его берут и сколько он сегодня стоит. Начнем, наверное, сразу с технической части. Что у нас здесь под капотом? Как всегда, что-то несанкционное. Соответственно, здесь мотор 1,5 литра турбо. Коробка у нас самая главная, автомат. Что же здесь под капотом именно скрывается? Что за 1,5 литра от BMW? Для тех, кто привык к японским автомобилям, не совсем поймут данную концепцию от BMW. В данном случае у нас 3 цилиндра 1,5 литра. Какая прикольная история. Это, по факту, обрезанный 4-цилиндровый мотор. Наверное, пока мы здесь, расскажу немножечко парочку моментов, которые я про него смог узнать. Первое. Это то, что у нас он не совсем отбалансирован. Когда ты за рулем машины сидишь, его слегка потряхивает. И это логично, потому что 3 цилиндра, по факту, с одним отрезанным цилиндром, 4-цилиндровый мотор, это не совсем понятно. Чем компенсирует в данном случае BMW? Насколько я понял, у нас здесь стоят газомасляные подушки, их 3 штуки. И с ними бывает иногда проблема. То есть я, по факту, сходу начал с минусов данного мотора. Коробка здесь, в целом, неплохая. Сам мотор ходит, в принципе, долго. Также из приколюх от BMW скажу так. У него здесь нет обычного щупа для того, чтобы проверить масло. Я как-то задался вопросом, где здесь можно посмотреть масло, уровень. Все-таки BMW, как-никак. Его нет, он электронный. На мой взгляд, наверное, самое странное решение, особенно для людей, которые сейчас нас смотрят, которые, допустим, планируют перейти с японца на европейца. Да, это глупо. И, на мой взгляд, так делать нельзя. Но это здесь есть. К этому нужно быть готовым. В остальном, в целом, обслужить его можно. Ничего сложного. Моторчики эти ходят достаточно долго. Вот я привозил родственникам данный BMW. В принципе, говорят, что очень даже и неплохо. И что касается данного мотора, добавлю, точно такой же мотор стоит в B-хитрешке. В одном из выпусков Пантерецки я об этом говорил, что там стоит полутора литровый мотор. И он точно такой же, только продольный. И у него идет коробка на заднюю ось. В целом, под капотом все. Убранство красивое, как и у Volkswagen, как и у Audi, как и у Mercedes. Хорошо делают немцы, красиво. Также у нас есть газовые упоры. Это, извините меня, недорогой, не универсал, а минивенчик, даже хэтч. Что касается опционала и модификации. Наверное, про опционал чуть позже. Модификация. У нас есть двушка второй серии хэтчбэк. И есть второй серии Grand Tower. Отличает их размер багажника и длина самого автомобиля. И количество мест. Количество мест, конечно же, в Grand Tower больше, потому что багажник больше. И это немножко, на мой взгляд, поинтереснее. По комплектациям. У нас есть обычные комплектации. Есть комплектации i-Luxury. Есть комплектации M-Packet. На мой взгляд, M-Packet будет поинтереснее, но и ценники там побольше. Ну и по большей части их отличает внешка. То есть у M-ки другие бампера. Немножко другая оптика. Передние и задние бампера. И салон. Салон отличается кардинально. В данном случае у нас комплектация i. Ну что ж, давайте смотрим. Так, ну салончик у нас в комплектации i максимально простой. Наверное, сходу хочу обратить ваше внимание на сидения. У них достаточно странная форма. По посадке не скажу, что прям неудобно, но форма странная. Напишите в комментариях, что эта форма вам напоминает. У нас здесь полный мультируль, управление мультимедией, различные режимы езды, управление телефоном, сам руль кожаный. Приятно, никакой резинки, BMW молодцы. Кожа грубая, четкая. Пробег у автомобиля 26 тысяч километров. По салону он сохранился просто идеально. Машина 2015 года. Из опционала у нас здесь неплохая магнитула, у которой очень много различных настроек. Есть английский язык. И также вы можете перевести его на русский. Спидометр максимально простой. На 260 км в час это, конечно, странно. Вы такую скорость вряд ли на этом автомобиле будете развивать. Но это здесь есть. Очень много зашито в саму приборку. Ну, как у любого автомобиля. Что я вам тут рассказываю. Климат-контроль у них бывает раздельный. В данном случае он общий. Неплохой селектор. И само убранство сделано достаточно плотно. То есть, если вы хоть раз садились европейца и понимаете, о чем я говорю, вы меня поймете. Потому что здесь все очень четко взбито, грамотно подогнано. Ничего особо нигде не скрипит. Хотя это, повторюсь, у нас вторая серия. Это дешевый сегмент от BMW. В остальном салон как салон. Он интересен. Он гармоничен. Очень много интересных форм. Также у нас регулируемый... Да что ж ты такое? Регулируемый подлокотник. Удобно ставить локоть. Близкое расположение к рулю. То есть, в машине комфортно находиться. Сидеть. То есть, нет каких-то претензий. Бардачок у нас здесь с бархоткой. Как у настоящего, хорошего, добротного, дорогого BMW. Люстра есть. Потолок белый. Зеркальце у нас есть без подсветки. Ну и на этом, в принципе, передний ряд заканчивается. А, кстати, управление мультимедиа у нас осуществляется не сенсором, а именно барашком. То есть, очень сильно похож на маздовский. Здесь куча меню. Но что рассказывать тут, это надо прям пробовать. Тормоз у нас стояночный. Именно электро. Не ножной. Что прикольно. В целом, он сам может вставать на ручник и машина будет стоять на парковке и на ручнике одновременно. Селектор КПП у нас, в принципе, имеет... Сам автомат у нас есть с режимами переключения передач. То есть, можете в мануальном режиме там повышать, понижать. Но скажу так, скорее всего, вам это не сильно пригодится. Наверное, интересно посмотреть, сколько там места сзади. Ну и так как автомобиль позиционирует себя как семейный минивэн, универсал. Ну или лучше сказать, наверное, семейный хэтчбэк с высокой крышей. Здесь в целом вполне удобно сидеть. Есть крепление для детских кресел, что положено быть в данных автомобилях. Есть у нас здесь прикуриватель для того, чтобы заряжать телефон. Есть какая-то маленькая полочка. И в целом все. Есть люстра, которой, кстати, нельзя управлять, прям нажимая на саму нее. Она управляется с головного устройства. Стекол у нас здесь все автоматические, что приятно. И на этом, в принципе, салон заканчивается. Я вот так вот, сидя по салону и внешне по автомобилю, наверное, сравню его с Хондой Едикс. Они, на самом деле, очень похожи. Если вы знаете, вот так вот выглядит Хондой Едикс, напишите в комментариях, похож он или не похож. Сам багажник у комплектации i-Active небольшой. То есть, это не Гранд Таурер. Места там не прям сказать, чтобы много. Загрузочное пространство есть. Какие-то вещи перевести вы можете. Что, в принципе, вам его будет, наверное, достаточно. Кому-то, может быть, не будет хватать. Но если мы рассматриваем размеры самого автомобиля, он добротный. Что касается сидений. У нас есть петельки, дернув за которую, вы можете опустить сидение. И у вас получится большой ровный пол. Сами сидения обшиты прикольно. Это у нас как некий ковролин. Очень приятно, на самом деле, в европейцах. Ну, не то, чтобы видеть. Это, наверное, есть у каждого европейца. Жалко, что такого не хватает японцам. У японцев в основном все в пластике. Все грубое. Достаточно простенькое. Ну, и в целом, наверное, на этом салон BMW и заканчивается. То есть, это у нас не какая-то M-Competition 3-й, 5-й серии. Или какая-нибудь КС, на которой хотелось бы прям порулить, погонять, показать. Это семейный минивенд по вполне меняемым деньгам. И самое главное, его уже ценник. Так, ну что ж, еще хочется добавить по машине. Колеса здесь у нас идут 17-е. Есть бесключевой доступ двух передних дверей и багажника. Этого достаточно. В данном автомобиле у нас отсутствует камера заднего хода. Я думал, такое бывает только у японцев. Ну, и бывает и у BMW. Будьте готовы. Пробегу, напомню, у нас 26 тысяч километров. Оценка 4,5 балла. Не единые крашеные детали. Машина в идеальнейшем состоянии 2015 года выпуска. И вы мне логически зададите вопрос. Сколько стоит сие чудо? И кому она составляет конкуренцию? А составляет конкуренцию на большому количеству автомобилей. Как минимум она составляет конкуренции тому же Toyota BB, да? Тому же Toyota Corolla Rumeon, да? И Toyota Vish. Если у нас будет еще и Grand Tower. Потому что ценники Active и Tower примерно одинаковые. И барабанная дробь. 1,1 млн обошелся данный автомобиль с таким пробегом. Состояние, друзья, повторюсь, идеальнейшее. Без разницы, что машина у нас 2015 года выпуска. И ей почти 10 лет. Это ни о чем не говорит. Потому что по Японии машина эксплуатируется не в таких условиях, как в России. Ну и напишите в комментарии, рассмотрели бы вы данный себе автомобиль. Потому что в сегодняшних реалиях, когда Vish с таким пробегом, если вы найдете на аукционах, 2015 года будет стоить примерно 1,6 млн рублей. И это прям рынок по этим Vish'ам. А здесь у нас BMW. Да, возможно, немножечко с надежностью. Здесь не так, как с японцами. Но все же, друзья, если вы берете себе автомобиль на какое-то непродолжительное количество времени, либо не переживаете, зная, что у вас в городе есть сервисы, которые могут эти BMW обслуживать, плюс знают, как с этими моторами работать, есть и масла, фильтра, и все, что необходимо для обслуживания, пожалуйста, из Японии цена более чем приятная. На сегодня 1,1 млн. Сегодня у нас февраль, идет снежочек уже. Ну что ж, давайте с вами, друзья, прощаться. На связи был Максим, компания Priority Auto. Подписывайтесь на наши все соцсети, там очень много всякого интересного. Смотрите, читайте, пишите лайки, ставьте комментарии. Большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...